Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите очередной выпуск финансовых новостей на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. После резкого снижения котировки криптовалют пытаются восстановить утраченные ранее позиции. На бирже Bitfinex котировка биткоина подорожала более чем на 5%. Она поднялась выше отметки в 6400 долларов. Эксперты отмечают, что рост курса цифровых валют связан в первую очередь с ожиданием важного события. В июне некая американская инвестиционная компания совместно с разработчиком криптопродуктов для рынка подала в комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на запуск криптофонда. Тем не менее комиссия отложила принятие решения до 30 сентября. Это позволяет котировкам криптовалют продемонстрировать восстановление, но без особой спешки. Так, к примеру, вторая по величине капитализации криптовалюта ETH подорожала примерно на 6%, оказавшись выше уровня в 280 долларов. Но потери удалось восстановить частично после 20% падения в начале торговой недели. Падение ETH произошло на фоне поступивших новостей о том, что инвесторы, принявшие участие в проведении ICO, выводят свои средства с целью покрыть расходы, опасаясь за надвижение затянувшегося медвежьего тренда на рынке. Эксперты, в свою очередь, пытаются провести аналогию с прошлым годом, предполагая, что на рынке образовался обратный эффект. Если в 2017 году участники рынка активно приобретали криптовалюты, то в этот раз ситуация иная, и трейдеры предпочитают более безопасные и реальные торговые активы. В свою очередь, дополнительный позитив вызвало выступление генерального директора криптовалютной биржи Coinbase на саммите в Сан-Франциско. Брайан Армстронг отметил, что рынок криптовалют может демонстрировать череду пузырей и коррекций, однако после преодоления всех трудностей рынок может порадовать своих участников. С этим мнением категорически не согласны скептики, отмечая, что трейдеры по криптовалютам в скором времени переживут закат своей карьеры. Но некоторые эксперты уверены, что укрепление цифровых валют еще имеет продолжение. Ну а о том, как будут дальше развиваться события, вы узнаете из наших следующих выпусков новостей на канале Инстатв. До свидания.